Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет об осеннем празднике, который устроили сотрудники ветцентра для жителей Самары. Почти весь субботний день пятилетний Федя Петухов вместе с мамой провел в селе Лопатина. Ветеринарный центр, который там расположен, устроил для жителей области осенний праздник. Любой желающий мог погулять и поиграть с четырехлапыми обитателями, собаками самых разных размеров. Маленькие мне нравятся. Мне нравятся вот такие вот вытянутые, вот такие вот длинные мне нравятся. Люди начали приезжать в ветцентр еще до официального начала праздника. Супруги Татьяна и Сергей Лукьяновы решили погулять с двумя хаски – Марсом и Алмазом. С собаками этой породы общаться они умеют. Очень любим собаку. У нас у самих есть собака, тоже хаски. Поэтому сегодня мы тоже гуляем с хаски, потому что имеем опыт. Вот. Ну и просто прекрасный день. Почему бы не подарить пушистикам вот такую прогулку. Как принято, в гости с пустыми руками не ходят. Многие посетители в этот день приехали с гостинцами для собак. Впрочем, сама прогулка для обитателей ветцентра – это уже большой подарок. Если одна собака выходит гулять, они же друг друга видят. Даже там через стену. Стены хоть и глухие, но когда выводим, все. Они ревнуют, они тоже хотят. Поэтому слышите такой лай. Мы их разделяем. Они у нас стоят по четыре, по пять голов в вольерию. Супруги Анастасия и Ярослав Климавичус – частые гости в ветцентре. Приезжают не просто погулять, привозят подарки. Такой осенний праздник – еще один повод отложить дела и провести день с животными, которым очень не хватает человеческого внимания. Довольно часто ездим во флагмэн. Я туда и собаку привозила один раз, потом им хозяев нашли. И какие-то вкусняшки, корма привозим иногда. Ну, вообще животных любым. И у самих, и у кот, и у собак. Тоже всех подобрали с улицы. Всегда приезжаю с положительным настроением. А уезжаю с очень грустным. Животные остаются одни. Непонятно, когда еще к ним приедут, так сказать, гости. И подарят заботу, сплоту и внимания. Перед прогулкой каждую собаку обрабатывают средством от клещей. В теплую осеннюю погоду они особенно опасны. Какой пес выйдет на прогулку, решают сотрудники центра. В нем постоянно живут около 300 собак. Выгуливать ежедневно каждого из них у сотрудников просто нет возможности. Поэтому первыми в очередь встали те животные, которые не выходили за ворота ветцентра около двух недель. Такой праздник для людей и животных здесь устраивают каждый год. Мы придумали его для того, чтобы у наших собак была возможность пообщаться с людьми. Потому что, учитывая их количество, более 300, конечно, у нас нет возможности погулять с каждой собакой каждый день. Им очень не хватает этого общения. И, конечно, это большой вклад в развитие нашего социального направления. Знакомство людьми, знакомство детей с тем, как нужно относиться к бездомным животным. Вообще, как нужно взаимодействовать с собаками. Для нас это очень важная тема. Есть люди, которые хотели бы завести собаку, но по каким-то причинам не могут себе этого позволить. Такие праздники дают возможность просто пообщаться с животными. Я думаю, что каждому, кто хотел бы завести собаку, ну, может быть, на данный момент времени не имеет такой возможности или мечтал бы пообщаться с большими, но очень добрыми собаками обязательно этот праздник нужно посетить. Это будет классный опыт. Люди продолжали приезжать в течение всего дня. Гости праздника выгулили 66 собак. Один пес даже нашел себе хозяев и уехал домой. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok